Друзья, всем привет! Мы сегодня на нашем огородике. Бабушка у меня тут вот клубнику пропалывает. Будем сегодня коптить. Сейчас я покажу, что будем коптить. Карася сегодня будем коптить. Сейчас все расскажу. Покажу вам огородик наш, пока тут будет коптиться. Так, сегодня отдыхаем, может сказать, здесь. Отдыхаем и работаем одновременно. Коптить сегодня будем карася, которого я поймал в коптильне хобби с мокой. Это мне коптильня давно уже. Я одно время коптил ее прямо на балконе, друзья. Мороз был на улице. Это коптильня холодного копчения. И коптил я прямо на балконе, и у меня все коптилось отлично. И что хорошо, друзья, здесь, здесь стоит, видите, такой дымогенератор. Сюда засыпается щепа. Я уже засыпал туда щепой. Засыпается, поджигается вот здесь и подключается. Сейчас я вам все покажу. И дым как бы идет через этот вот генератор, и заходит туда уже он чистый дымок. И коптить там мясо, что вы там положите туда холодного копчения. И этот дымогенератор, он как бы, знаете, он как бы фильтрует всю эту грязь всю. Поэтому эта коптильность, что хорошо, она вреда, можно сказать, не приносит, а только, наверное, пользу. В отличие от других коптильных, которые, знаете, самодельные, такие коптят конкретные, они все там в дыму, все это пропитывается. Копить будет сегодня карася. Сейчас я открою, все покажу вам. Вот такой карася у нас уже висит. Муха, иди отсюда. У меня подсушивается пока. Уже с утра висит здесь. Как я солил этого карася, я сейчас вам все покажу, отдельно вставлю. Сейчас вот все увидите, как я солил его. И все, сейчас все это увидите. Вот такую рыбку сегодня будем коптить. Караси. У меня еще остался вчерашнего дня вот такой хороший карась. Видите, большой какой. Ну и такие караси. Видите, прям как карп, на карпа похож. Карась такой. Ну и покруглее. Ну и подлечки тут еще три штучки есть. Их тоже закоптим. Помельче рыбу, которую помельче я ее пожарю. А покрупнее закоптим. Что-то сначала надо почистить. Вот так вот рыбку я почистил. Не стало показывать, как я чищу. Вот расчистил ее, распотрошил и так вот разрезал, чтобы она немножко потоньше была. Ну и так со всеми рыбками. Здесь я сделал соль, лаврушка, немножко приправа и сахарку чуть-чуть. Так, на глаз все сделал. Как китайцы, знаете, делают, так и я. И теперь берем вот так на дно сначала посыпаем соли. Пару лаврушек закинем. Так, у нас тут рыбина большая будет, поэтому побольше сольки. Я в любом случае буду мешать. Вот так положим, руками больше делать, чем ложкой. Вот так солью посыпали спокойно, смело. И следующую рыбку сюда наверх. Видите, так вот. Опа. Теперь на следующую рыбку. И так слоями укладываем всю рыбку солью. Просолить надо, как обычно, надо рыбу просто просолить. Ну вот я рыбку просолил такими слоями. Все, хорошо так солью посыпал хорошенько. И, прежде всего, можно брать в холодильник. Надо, конечно, немножко пресс. Я сейчас здесь сделаю сверху маленькую тарелочку, ну и какую-нибудь банку поставлю. И берем в холодильник. Так, на пару суток. Но буду, конечно, посматривать, возможно, перемешаю немножко. Я так думаю, здесь рассол выделится, немножко будет. Кто-то делает, я знаю, в какие-то с отверстиями делают, когда рассол стекает весь, получается суши. Ну, я не буду делать так. Я же не сушить ее, я буду ее коптить. Поэтому пока так. Мне лишь бы просолилась она. Вот этими всем приправками и этой солью, лишь бы она просолилась. Вот пару дней, пару суток подождем. Все, рыбка просолилась вот так. Теперь надо ее промыть хорошенько. Ну, вообще, вымочить надо ее от соли. Потому что она солененькая. Ну, и часа, не знаю, два-три, я думаю, в воде сейчас я промою хорошенько. И солю холодной водой. И часа три, наверное, еще подержу прямо в воде. Пусть полежит, вымочится. И, наверное, буду менять так примерно каждый час воду. Ну, чтобы соли не было. Ну, и все. И потом просто ее... Сейчас на улице тепло. Прямо сразу же в сушилку повешу. Вернее, в коптильню. Она пока будет открытая. Повисит, подсушится пару часиков. Все, стекет. Ночью, конечно, вытру ее салфеточками. Будет сухая она уже. И сухую надо уже коптить. Потому что дым, когда коптишь, холодное копчение, он только ложится на сухое. Именно, чтобы было. И желательно даже подвяленная немножко рыбка. И тогда будет хорошо коптиться. Ну, и все. Сейчас промываю и убираю. Ну, а теперь он у меня здесь сушится. Как бы подвяливается. Не то, что сушится, подвяливается. Он уже, видите, какой уже такой матовый, сухой. Специально повесил пока. Оно вообще так можно оставить надолго. Но у меня уже, наверное, часа три вот так стоит. Сушится как бы здесь. И все. Сейчас уже, в принципе, нормально будет. Дым уже ляжет хорошо на эту рыбку. Все. Сейчас будем поджигать, включать. И пусть коптится. Подключил я сюда такую ветродуйку. Здесь 220 идет. Вот таким образом. Видите? Вот сюда. Может, конечно, не 220 сделать, а какую-то отдельно заказать. Они стоят недорого. Можно и на экспресс заказать. На аккумуляторе она у вас будет на аккумуляторе дуть. Это если вдруг у вас нет электричества. И все. И сейчас поджигаем здесь. И она будет коптить. Мне многие спрашивали, вы тогда говорили, а где я, где купить ее. Я вам ссылку оставлю в описании под видео. В комментариях там увидите ссылку на нее. Можете сами позвонить, менеджеру написать. Там вам все напишут, все ответят. Поэтому и цены там есть разные. Есть отдельная с коробкой, вернее, с такой. Есть без нее. Можете сами ее сделать. Она легко делается. Многие дела чуть ли вообще там ее не с кордона. Ну, этот будет дешевле вам обойдется, если без нее. Там сами посмотрите все. Ну, все, друзья, поджигаем. Включаем сначала на полную. Видите, он будет немножко. Сначала на полную. Туда дает кислород огню. Поджигаем. С нами здесь даже борзик наш. Мы так иногда на улице возим. Так-то у нас всегда дом домашний. Вот вообще никогда на улице не бывает. Но иногда погулять с нами. Он никуда не убегает. Да, борзик? Унюхал. Все, друзья, я поджег здесь. Все. Сейчас покажу вам, как внутри все это дело выглядит. Видите, смотрите, главное, что... Видите, дым почти не видно. Что хорошо, вот где-то можете поставить на даче, где угодно. Вот дым практически не видно, как будто бы и нету. Она коптит там себе, коптит спокойно. Никто и не видит, что тут, чем занимается. Ну, конечно, запах будет. Все равно в сторонке стоять. И смотрите, что внутри творится. Видите, сейчас еще немножко разгорится получше. Сейчас я вам покажу. И сейчас маленькие там угли пойдут, еще будет больше дыма. Ну, сейчас увидите. Ну, вот у нас и баблида идет. Да, баблид? Привет. Все, друзья, коптится потихоньку. Сейчас покажу вам. Все, она работает. Пока я еще не убавлял. Сейчас немножко еще разгорится там. И убавлю уже воздух туда. И смотрите, как внутри. Видите, вот смотрите, сейчас покажу. Дыма почти нет вообще. Еле-еле выходит. И смотрите, открываем. Поэтому я и на балконе в тот раз коптил. Потому что дыма незаметно было. И вы смотрите, что внутри творится. И на ламон. И делает вовсю. Ну, будет побольше сейчас еще. Побольше пойдет. Сейчас маленько разгорится там еще лучше. Но все равно здесь особо заметно не будет. Все. Теперь можно заниматься своими делами. Главное не забывать. Посматривать и подсыпать сюда щипу. Ну, она ухватает экономно очень. Я не знаю, пару пачек, наверное, вдоволь. Может даже одной и хватит. Она продается во всех магазинах тоже. Ну, если вы закажете комплект, у вас будет в комплекте уже и щипа, и зажигалка будет специальная. И много там чего. Созвонитесь все, посмотрите, кому интересно. Ну, и сюда вот не забывайте поставлять какую-нибудь у меня вот чашку железную. Потому что здесь время от времени будут все равно падать уголючки. Понемножечку. Поэтому, как говорится, пожарная безопасность на всякий случай. Все, друзья, коптит. Теперь осталось только ждать. Видите, почти дым здесь и не выходит. Чуть-чуть щелочки идет. Такая коптильная, что мне нравится. Вот поставили, все. Она себе коптит, а ты занимайся своими делами. Давайте посмотрим наш огородик. Это у нас клубника, вон она какая. У тебя перекур? Да. Виноград тут что-то пока еще не распускается. Приедай, дядю. Приедай. Ты зажрали, блядь, тебя заели там. Заели, да? Ужас. Можешь побырызгаться. Грызгут, надо побырызгаться, ага. Кстати, виноград синие почему-то только-только начинает. После зимы распускаться. Второй вон там уже такой, позеленей. Но тут мне больше нравится, тут кухней. Татьяна здесь занималась, сделал такую клумбочку красивую. Огородкой сделал за такими. Нас многие даже с балкона смотрят и говорят. И что, у вас там тюльпаны растут? А свитока будут тюльпаны сдалека. Прикольная оградка. Пиончики скоро будут. Так, по-простенькому. Небольшой огородик, смородинка. Груши, не знаю, в этом году будет. Каждый год, кстати, плодит. Фу-ть-фу-ть-фу. Вот каждый год груши все объедаются. Всем хватает. Ну, а здесь клубничка. Скоро пойдет, что тут месяц и все, уже и там меньше, наверное. И пойдет. Павка, не загрызли тебя, мошкара? Это баллончик возьму. Принесу, если что. Дядя Волга, это он загрызли. Чесночок. А картошка у нас там отдельно. Как бы тут еще чужие огороды. У нас перемешка. И вот там у нас картошечка. Ромашка? Желтые ромашки-то. Они везде. А, ромашка растет? Семена? Ну, а что они махнут? Они везде лезут. Как в сорнях, что ли. Но она красивая у нас. Клубника должна быть неплохая, как бы. Ну, поливать надо. Много будет ее. А? Много будет. Ну, это хорошо. Поедим клубнички скоро. А вот виноградик. Это виноград мне, наверное, больше нравится. Хороший такой. Это Саратову привозили. О, будет виноградик в этом. Кисточки. Уже начал. Как, а тут что-то синие неохти пока. Укрепить, думаю, получше. Но пока вроде нормально держится все. Вот такие у нас здесь огородики. Все, друзья, ждем копчения. Вечером будем пробовать. Ну, а что, друзья, вот уже пару часов, как коптится наша рыбка. Еще я вам скажу, вот здесь у меня вот, я сначала разжег, у меня плохо горело. Еле-еле. Оказалось, вот здесь вот у меня немножко шланг лежал, просто в неправильном положении. И он так как бы переломился. И слабо туда кислород шел. И пришлось мне вот маленький, видите, палочку подложить, чтобы выпрямилось. Кислород пошел. И все, и горит отлично. Поэтому за этим следите тоже. А так вообще отлично. Штука. Занимайся своими делами. У нас, видите, бабушка уже, Татьяна, мы пошли домой побегать. Я уже за Мишей съездил. Забрал его в школу. Пообедал. Пришел просто проверить. И главное, смотрите, как экономно. Полное было. Даже не полное было. Я просто высыпал один раз. И заново насыпал. Было. Ну и вообще немножко еще ушло. За пару часов. Экономно очень. Дым идет себе. Все тут это нормально. Там еще полпачки есть. Я думаю, этого хватит. Не буду торопиться до вечера. Так, часов восемь, я думаю, надо будет как минимум покоптить. А может даже и побольше чуть-чуть. Все, и коптить в себе. Кто любит заниматься этим, знаете, такое хобби интересное. Оно даже называется хобби-смоке. Такое чисто как хобби. Знаете, там можно коптить. Кстати, в комплекте еще инструкции будет к этой коптильне. И с этой инструкцией там столько много разных рецептов, как приготовить. Так что тоже очень удобно. Там и рыба, и красная рыба, и мясо, и ребрышки. Много всего интересного. Как-нибудь с вами еще покоптим. Я коптил в ней уже не раз, просто не все показывал. Кстати, там сейчас много всего интересного на сайте. По-моему, сейчас, если не ошибался, там есть. Я там еще оставлю промокод свой на эту коптильню. И тогда вас будет, если я не ошибаюсь, то на 5% дешевле. Или даже на 10%. Ну, посмотрите. И там, если вы берете дымогенератор, по-моему, если так правильно, дымогенератор, то вам еще будет скидка на него. Там пока... А, вернее, там даже будут подарки еще идти. По-моему, 4 подарка, что ли. Поэтому посмотрите по сайту, полазите. Там много всего интересного. Если любите этим заниматься, и у вас своя дачка есть, огородик, то много не напрягается. Сделали, спокойно занимаетесь. Пока тут коптится. Зато свое, полезное. А в магазине неизвестно, что там. Накоптят на какими-то всякими... Я не знаю, чем там только не делают. Поэтому уж лучше, как говорится, свое. Макс. Хорошо. Полив огорода, да? Да. Молодцы. Мишки только не хватает. Жаня нас там в гараже обитает. С пацанами. У нас тут все коптится. Ка, птица, спокойно, тихо, не торопясь. А, ну как? Ай. Все, как долго коптите. 119 часов поставили. Это кто говорит, люди? Это не натика. А, а, только долго. А, я думаю, коптится долго. Из-за свет много нагарит. Не, а тут свет вообще, что там свет? Там моторчик-то вот взлает. Там моторчик какой-то, там можно игру на батарейках сделать. Тут ветерочек дует просто легенький. Я потом прикуплю. Говорю, что тут не было. Выключали. Да, да. У нас как на зло, сегодня вырубили свет. Вот закон подлости. Никогда не вырубали, тут взяли, свет вырубили. В ней не вырубали, не знаю, сто лет уже назад. Потом пришлось паузу сделать. Ладно, ждем. Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите. А такой копченый карасик. Эх. Карасик, подлещик. Прокоптился. С этой стороны не так он заметен, видите? А с этой стороны вообще отлично. Но эта коптильня так она и коптит. Она не сильно делает такую темную-темную краску, как в магазине. Потому что здесь все-таки идет как дымогенератор, он маленько прочищает весь дым. Поэтому так получается. Я уже одну рыбку попробовал, друзья. Просто вкуснотища. Просто вкуснотища. Сейчас будем пробовать ее. Сейчас бабушку позову, Татьяну, и будем кушать. Вот такая. Просто красота, друзья. Так что можно делать любые блюда. Какая красота. Прямо уже слюньки текут, друзья. Коптил я ее где-то, наверное, часов 8. После этого я еще коптильню открыл. И просто она у меня стояла открытая, проветривалась. Так надо, нужно, пару часиков выдержать. Ну, чтобы дым весь ушел. Тогда она лучше. Но она так уже проветрилась, пока ее туда-сюда перекладываешь. И она уже готова к употреблению. Ну что, друзья, у нас дегустация. Бери. Бери бабушка. Да, убери бабушку большого. Или вон того бери. Татьяна, тебе вот это. А мне вот от этого поменьше. Ади, как красота, друзья. Вообще. Ну, Татьяна, пишешь. А что-то я вот так прямо вот уже сел одного с утра. Вот, знаете, такой и солененький, и чуть-чуть кислиночка такая идет, легкая. Вот этот сахарок тоже дает свою знать. Когда я просаливал карася, сахар и чуть-чуть добавлял сахарка, вернее, соль и чуть-чуть сахарку. И получается такой интересный вкус. Главное, съедаешь. И хочется еще сразу же. Так прямо вкусно. Сейчас тут увидите, бабушка. Опишите, как скажешь. Татьяна, как тебе? Кусно. И главное, я... Сначала мне показалось соленовато. Да, соленовато. Сначала тоже показалось. А сейчас не едут, друзья, нормально. Хотя я вот соль вообще не люблю, стараюсь меньше. Такая кислинка какая-то легкая. Вот приятный вот этот вкус. Ммм, вкусно там. Вообще, я бабушка им еще скажет. Мне понравилось, друзья, вообще вкуснотища. Карась. Казалось бы, какой-то карась. Такая рыба сорная. А вкусно получается. Жареный уже надоедает. Ну как, бабушка? Я косточки. Не косточки, ты мясо ешь. На, держи. Жарбашки, я все съедаю. Я тоже все съедаю. Бывает и шкурку даже. Потому что так вкусно. Вкусно. Вкусно, да? Ага. Необычно, прикольно, вкусно. Никак в магазине, в магазине сравни. Тем более, карасья в магазине не купите в жизни. Только, правда, долго делается. Ну да, долго делается. Но тут еще плюс свет выключили. Немножко. Получился такой момент. Пришлось выключить, потом опять включить. Нормально. Для меня лишь бы это... Мясо это... Мягко было. Мягко, мягкоешь, да? Мягко, да. Я имею в виду, чтобы мясо было... Ну не, мне понравилось. И не сильно соленое. А если кто-то там любит пиво какое-то с пивом, вообще просто шикарно. Вот, пиво-то как раз, да. Да, вообще шикарно. Будем сейчас употреблять, друзья, просто. Очень удобно. Ну как? Хорошо получилось. Хорошо. Еще будем делать, на будущее, я думаю, грудинку сделаем. Много чего уже делали. Кстати, получается. Вот такая вот рыбка. Ссылочка в описании на эту коптильную. Если вам интересно, можете сами заказать. И там будет еще промокод у меня, еще будет дешевле. Так что готовьте, будет вкусно. Ну все, друзья, всем пока. До скорых встреч. Татьяна, мы будем рыбку кушать. Да, говорит. Да, Татьяна. Вкусно. А? Говорит, некогда, надо кушать. Точно. Говорит, некогда, надо кушать. А я своего карася доделаю. Я пойду с малышом гулять.